Известно, что это единственный регион, я подчеркиваю, единственный, где не выполнили шестую цель тысячелетия – остановить и повернуть спять распространение ВИЧ-спида. Сегодня, после того, что я тут услышал, я могу заключить, что мы сумеем изменить ситуацию, активизировать наши действия и добраться до людей, которые оказались вне нашего внимания. Настроение главы ЮНЕЙДС после конференции было на удивление оптимистичным, причем его оптимизм распространяется и на Россию, на которую до сих пор приходится почти три четверти всех новых случаев ВИЧ. Большинство российских ВИЧ-инфицированных – инъекционные наркоманы, но в стороне неразвитой программы по снижению вреда, включая обмен шприцев, а заместительная терапия, признанная ВОЗ-эффективным профилактическим средством, запрещена. Но Мишель Сидибе увидел в России проблески надежды. Было время, когда мы даже не думали, что сможем найти лечение, когда больницы были заполнены людьми, потерявшими всякую надежду. Сегодня же мы смогли выполнить поставленную цель – обеспечить лечением к 2015 году 15 миллионов человек. Мы сумели также добиться огромного успеха в науке. Если помните, поначалу люди, больные с ПИДом, были вынуждены принимать по 18 таблеток в день. Сегодня достаточно лишь одной. Цены на лекарства тоже кардинально изменились, так что нам действительно удалось добиться большого прогресса. И это значит, что нам под силу сократить смертность и уменьшить число новых случаев инфекции. Продолжение следует...